так девчонки сегодня мы вяжем жакетик по нашей классической выкройки сейчас я вам все быстро расскажу не буду затягивать видео потому что всю информацию вы уже знаете скажу отдельно остановлюсь на спинке и переди здесь все максимально упрощено на самом деле все даже проще чем свитера здесь поэтому я выбрала размер на размер больше чтобы было свободнее и что я делала первым делом я набрала сейчас я буду показывать спинку спинку набрала петли на спицы четыре с половиной и вот здесь вот мы выбираем размер я же говорю я взяла на размер больше вот спиночку набрала петли связала резинку 7 сантиметров 15 рядов и далее вязала чулочной гладью чулочной гладью я вязала сейчас я вам скажу сколько здесь у меня спущенный рукав здесь никаких прибамбасов на пройму вообще в 50 сантиметров от резинки у меня среди с резинкой 57 сантиметров и просто петли закрыли закрыла в конце после 50 сантиметров вот и вся шинка никаких заморочек то есть по сути это квадрат прямоугольник все я ее складываю и откладываю вот так теперь что касается рукава рукав у меня вот опять же выбираем свой размер так как у нас нет здесь косы поэтому он уже автоматически на пару сантиметров будет шире но и все равно я взяла на размер больше значит здесь у меня выбрала количество петель нужно им не набрала петли провязала резинкой 2 на 2 здесь у меня 20 рядов и далее продав то есть вот если брать до наших кто не видел это видео с основой посмотрите обязательно будет под видео ссылочка обязательно посмотрите видео с основой потом вы можете быстро вот так как я ориентироваться потом будете когда уже эту основу посмотрите посмотрите обязательно видео по основе которого мы это все делаем потом вам будет все намного ясно все очень просто ясно и понятно то есть здесь мы знаем что у нас до добавления 30 рядов ровного вязания из них я 10 как бы вообще аннулировала и провязала 20 рядов резинкой 2 на 2 далее продолжала рукав классическим этим способом которым мы вязать но лицевой гладью без косы в конце сократила по три петли вот сейчас я вам показываю то есть рука стандартный без косы добавилась резинка убралась коса все по сути вот он рукав классический оба рукава теперь что касается передней части метраж быстренько покажу вам количество мотков на ваши размеры это так повторение и спицы четыре с половиной 6 половиной миллиметра в любом случае вам нужно смотреть то основное видео начальное с основой на по которой мы вяжем для полочки я набрала половину петель со спинки то есть приблизительно если спинка у вас по вашему размеру 50 петель то здесь вы набираете 25 петель если 60 петель то 30 петель половину в общем набирала я вот таким вот способом чтобы был вот этот край как бы поделен видите на сектора можете набрать любым способом вот таким вот один раз нормальный второй раз вот таким вот образом перекручены так и далее я вижу способ набора я показала далее опять же вяжу резинку столько же сколько и спинки потом потом провязываю 6 рядов лицевой гладью до кармана что касается кармана вот у меня заготовка она у меня из 20 петель размер кармана вы тоже можете варьировать 20 петель заготовка 6 рядов резинка и далее 12 рядов чулочной глади это я уже сняла на дополнительную спицу этот я уже сняла на дополнительную спицу карманчик и буду его привязывать как бы уже во второй полочке как делать этот карман опять же ссылка вот сейчас по ссылке или ссылка под видео обязательно есть у меня подробный разбор кармана перейдите посмотрите научитесь он вам пригодится еще миллион раз поэтому стоит пересмотреть видео и научиться делать этот карман если же для вас карман сложно вяжите лицевой гладью вверх до 40 рядов я здесь провязала в сантиметрах до выреза сантиметрах это у меня до 26 сантиметров до 26 сантиметров от резинки от края 32 сантиметра до выреза горловины если сокращая здесь в каждом четвертом ряду по одной петле девять раз девчонки вот здесь вот сокращение я думаю вам понятно вот начиная отсюда мы для v-образного выреза в каждом четвертом ряду сокращаем по одной петле соответственно вторую полочку вяжем в зеркальном отображении так мои хорошие вот смотрите что у меня получилось значит вот я уже сшила рукава пока отложу они не будут мешать сшила довязала вторую полочку сейчас вам покажу и сшила плечевые швы видите вот они две две полочки мои до пришиты к спинке вот левая правая с кармашками а сейчас что мы будем делать девчонки я сделала небольшую ошибку вернее большую у меня вот это все нитки которые остались оказывается это этого цвета у меня было всего пять мотков я почему-то все заказала по 6 а именно этих 5 и почему-то начала вязать именно эту кофточку не хватает мне так вот это все что осталось поэтому сделаю планку из 6 петель то есть на спицы набираю 6 петель вот дополнительные спицы четыре с половиной два три четыре пять шесть вы же я сейчас буду вязать немного вам расскажу вы же и вижу резинкой один на один лицевая изнаночная лицевая изнаночная кромочная изнаночная то есть здесь нужно все-таки 6 мотков и поэтому я вяжу эту планку вот такую вот маленькую так второй ряд я вижу вот я провязала 5 петель 2 последнюю переснимаю и здесь вот одеваю вот эту вот кромочную и провязываю с кромочной 2 вместе то есть присоединяю планка у нас будет цель навязанная соответственно вы можете ее видите присоединяю здесь я потом свяжу теперь поворачиваю работу снимаю и вяжу по узору кромочная изнаночной вот что хочу сказать желательно планку сделайте пошире девчонки это я просто исходя из того что у меня осталось у меня просто другого нет выхода так здесь смотрите 3 петли я провязываю делаю накид и провязываю 2 петли изнаночной вот это будет наша петля и далее в дальнейшем я буду делать эти петли через 11 рядов в каждом двенадцатом так теперь снова смотрите одевая следующую кромочную то есть точно так же как мы вязали в носках вот помните мы цель навязанную стелечку делаю и провязываю вместе лицевой вот и поворачиваю работу то есть эта планка у меня будет привязана к основной детали вот так вот девчонки еще вариант здесь значит пуговицы через 11 рядов в двенадцатом что еще хочу сказать вот здесь вот я сейчас свяжу это дело потом продену иглу или крючком вот и протяну потом эти ниточки чтобы был красивый край вот видите и получится планка у нас цель нагаданной далее что хочу сказать по поводу ширины опять начинаю говорить все никак не скажу вот хочу сказать сделайте хотя бы из 10 петель потому что но это просто мой косяк ну ну что уже со мной делать но такая я вот поэтому у меня будет тонкая вы сделаете 10 12 смело петель сделайте пуговицы побольше покрасивее я возьму пуговицы те которые у меня есть потому что у нас все магазины сейчас к сожалению закрыты вот такая вот у нас ситуация не думала не угадала что так будет но вы знаете все накаляется и накаляется серьезно вот я я не ожидала конечно что будет именно чехия в таком положении но ничего не поделаешь все закрыто поэтому пришью пуговицы как какие есть потом возможно поменяю потому что мне все таки хочется чтобы вы были информированы как можно быстрее вот видите как она получается цель навязанной еще ее можно цель навязанную вязать изначально кто не видел мое видео там кардиган от zara я его вложу тоже оставлю ссылку в описании под видео там планка такая же но только цель навязанная вот тоже как вариант можете ее вывязывать прям сначала еще проще будет вот потому что я не делала цель навязанную потому что я еще не знала буду я и набирать петли вязать планку или я такую продуманную буду делать в общем решила такую не она нравится больше вот а добирать петли при на мохере она дырки получается и получается некрасиво а у нас получится вот такая вот аккуратненькая планочка вот цель навязанная далее я продолжаю вот по этой линии потом вот по одной петле их видно здесь до петли закрытия эти петли я буду одевать и вот сюда продолжу так петли я делаю до момента вот где начинается у нас скос здесь должна быть последняя петля в лучшем в идеале девчонки посчитайте количество рядов вот здесь вот от начала сюда и рассчитайте количество петель нужное для вернее расстояние между петлями нужное для вашего размера вот то есть берем вот поэтому сейчас я провязываю вот это все дело и собираю все вот она моя кофтейка девчонки готова и видите то есть вот эту вот планку я вязала вот так вот и закончила здесь внизу пришила пуговицы страшненькие какие были и сама как руков . ее идея взята обзора зары вот который у меня был там такая есть кофточка вот единственное что там не так это планочка пошире вот поэтому еще один момент чтобы я сделала я бы сделала пониже вот этот вырез горловины высоко он у меня получился поэтому я бы его опустила вот сюда примерно но это тоже на вкус девчонки это ваше решение в принципе все все я сказала очень простая все под видео все нужные видео под видео размер любой ну потому что база у нас на все размеры так что связать вы можете на любой размер все на этом все девчонки с вами была вика школа рукоделия всем пока пока